Сказано у пророка, что народы мира принесут иудеев на своих плечах в храм. Иудеи сами в храм не пойдут. Народы мира на своих плечах и туда вознесут. Где же будет у народов мира знание и желание сделать эту работу? Может быть имеется в виду, что своим антисемитизмом они принесут на своих плечах, хотя тогда не на плечах получается. Они должны желать своего избавления и понимать, что оно придет к ним только через народ Израиля. И таким образом нас привнесут в храм. Только таким образом. Иначе мы туда сами не попадем и они не попадут. Только вдвоем. Причем они толкают нас, несут нас. То есть у нас нет ни сил, ни особого желания. Силы от них идут. Направление, наверное, наше. То есть кавана. Намерение. А вся сила от них. Как же она может быть от них, если мы не будем среди них распространять? А без них мы не поднимемся в храм. Вот вы объясняете то, что... Сейчас вы коснулись серьезной темы. То, что они принесут на своих плечах нас в храм. Вы это объясняете не тем, что это будет такое мощнейшее давление страдания, войны, что мы как бы... Неважно каким образом. Нет, не страдания. Нет. Не только страдания. Нет. Они осознанно возьмут нас на свои плечи и принесут в Иерушалаем в храм. То есть, грубо говоря, здесь даже говорит, что они поднимут нас. Они не вынудят нас, чтобы мы бежали туда. Да. Они сами вместе с нами таким образом туда попадают. Но это говорит о Шаяу Анови. Пророк Шаяу. Как же они это объясняют? Как же этого можно достичь, не распространяясь среди народов мира? То есть, для этого у них должно быть знание, что такое храм, что только это их может спасти весь мир. Да, конечно. И что есть народ, который может это перенести. Что мы вместе работаем. Мы вместе с нас, созданно работаем. Они помогают в этом, а мы помогаем в этом. И вместе вот таким образом идем. И тут даже не страдания, тут даже они должны помочь. Мы выполняем совместную работу. Все, мы в намерении, и они в своей силе действуем.